Наверное, главной причиной, по которой фильм «Молчание ягнят» обрёл свою популярность, это показанные в нём отношения между Ганнибалом Лектором и Кларисой Старлинг. Они заняли всего около десятка минут экранного времени, однако вызвали в массовом зрителе активацию внутренних конфликтов и травм, которые переживают большинство людей, что и стало причиной несознаваемой притягательности персонажей и, как следствие, самого фильма. Если свести отношения Кларисы к Ганнибалу к единой формуле, то её можно обозначить как бессознательный поиск фигуры идеального отца. Такие отношения с позицией психоанализа, безусловно, носят эдипальный характер, то есть связаны с периодом детства, когда ребёнок втягивается в противоборство с родителем одного с ним пола за право единолично владеть вниманием родителя противоположного пола. Для девочки объектом интереса становится отец. Фактически это первый мужчина в её жизни, и именно через призму его фигуры она в будущем будет воспринимать других мужчин. Любой мужчина, который не попадает под критерии её идеального отца, окажется вне сферы её интереса. В случае утраты родителя, как это произошло с Кларисой, психика может выбрать две стратегии – устранить объект из бессознательного черезгоревания или найти заменитель утраченного объекта по принципу аналогии. Клариса бессознательно спроецировала фигуру отца на Ганнибала Лектора и между ними были разыграны детско-родительские отношения. В психоаналитической терапии такое явление называется переносом. Через минуту мы подробно проанализируем отношения главных героев, а пока дадим слово спонсору этого видео. Raid Shadow Legends – это реалистичная игра в стиле тёмного фэнтези с отличной графикой и эпичными битвами. В игре более 400 чемпионов, которых можно прокачивать в режиме кампании с озвученной сюжетной линией. А в битве на арене вы можете выступить против других игроков. В Raid можно играть как на мобильном устройстве, так и на ПК, но любой платформе игра абсолютно бесплатна. В игре уже доступен долгожданный боевой пропуск. Выполняя ежедневные и еженедельные задания, вы можете выиграть потрясающие награды, включая бесплатные запасы энергии, рубины, улучшенные наборы артефактов, а также новых эпических и легендарных чемпионов. До 30 марта Raid проводит специальный конкурс для всех новичков, скачавших игру по ссылке под этим видео. Среди случайно выбранных участников будут разыграны 6 iPhone 11, а 3 самых прокачанных новичка смогут получить один из трёх специальных призов – игровой ПК или Apple MacBook Air. Прямо сейчас переходи в описание под видео, качай Raid только по этим ссылкам и получи 50 тысяч серебряных монет, а также эпического чемпиона в качестве бонуса для всех новых игроков. Эдипов комплекс представляет собой классический треугольник отношений – мать, отец и ребёнок. В формировании личности Кларисы классический эдипальный треугольник отсутствовал. «Мать я потеряла в раннем детстве. Мой отец стал всем для меня». В её случае мы видим Диаду отношений, дочь-отец. Фигура матери была выведена из эдипального треугольника, и девочка не прошла с ней идентификацию. Идентифицироваться с матерью значит перенять от неё набор женственных качеств, за которые маму ценит папа. Вместо этого Клариса безраздельно владела отцом и идентифицировала себя с ним. «Он служил шерифом». Как и её отец, Клариса реализует себя в правоохранительной системе, став стажёром поведенческого отдела ФБР. Она активно взаимодействует с маскулинным миром, преодолевает полосу препятствий, работает в окружении мужчин, обучается борьбе, стрельбе, силовому захвату преступников и непосредственно охотится на маньяка. Клариса – это типичный образ фаллической женщины, носительницы меча, ножа или пистолета, то есть маскулинной атрибутики, позволяющей входить в контакт с мужским миром и добиваться в нём карьерных высот. «Инструкторы вас хвалят. Вы лучшая на курсе». Подобная женская маскулинность нередко является следствием идентификации девочки с отцом. Центральное травматическое воспоминание Кларисы – это «Смерть отца». Фигура отца глубоко интегрирована в психику дочери. Чтобы избежать болезненных переживаний и изменений, психика старается минимизировать ущерб от потери родителя и создать символическую связь с умершей фигурой. Например, хранение вещей погибшего отца может создать бессознательную иллюзию, что отец жив и находится рядом. Сновидения, которые реализуют скрытые потребности, могут постоянно устанавливать контакт с отцовской фигурой. Похожий эффект может создать сфера профессиональной деятельности, ассоциативно связанная с умершим отцом, то есть служба в правоохранительной системе. Это мир мужчин и мир её отца. Работая в правоохранительной системе, Клариса бессознательно пытается решить две задачи. Найти заменитель утраченного объекта, отца, и спасти ягнят, чтобы снять вытесненное чувство вины, которое манифестируется в виде ночных кошмаров. В бессознательном Кларисе образ ягнёнка и фигура отца образовали ассоциативную связь. Отец – жертва преступников, ягнёнок – жертва забойщика. Спасти ягнёнка – значит спасти жертвенного отца и искупить вину. Но ведь отец Кларисы погиб не по её вине, откуда тогда чувство вины по отношению к нему? Дело в том, что для ребёнка фигура родителя почти всегда двойственна. Она содержит как прекрасные черты защитника, так и ужасающие черты карателя. Защитника ребёнок безраздельно любит, карателя ненавидит. Эта ненависть часто вытесняется в бессознательное, поскольку ненавидеть собственного родителя, от которого получено столько заботы и любви – табу. Но если с родителем что-то случается, то бессознательное сразу формирует связку. Родитель погиб, потому что это я когда-то пожелал ему гибели. Как только данный механизм вступает в действие, активируется чувство вины, требующее искупления. Таким образом, у Кларисы чувство вины по отношению к неспасённому ягнёнку ассоциативно связалось с чувством вины в отношении отца. Прилипание к отцу приводит к фиксации на его фигуре. В нормальных случаях мать выступает конкуренткой, и её присутствие не даёт дочери прилипнуть к отцу вплоть до слияния, как если бы была только дочь и папа. Девочка не фиксируется на его фигуре и во взрослом возрасте не станет искать мужчину-партнёра с отцовскими положительными качествами или добродетелями. Но если, как в случае с Кларисой, фиксация произошла, то девушка либо вообще откажется от поиска мужчины, поскольку у неё уже есть отец, либо будет искать мужчину, с которым сможет разыграть дяду отношений, отец-дочь. Клариса испытывает бессознательную потребность найти фигуру, с которой сможет разыграть этот ролевой сценарий. Поэтому для неё существует два типа мужчин. Мужчина-неотец и мужчина-отец. Отцовская фигура заведомо асексуальна, то есть табуирована в качестве сексуального объекта. Первый тип мужчин — это мужчины, которые проявляют к Кларисе сексуальный интерес. К примеру, доктор Чилтон. Клариса опускает глаза, признак смущения, стыда. Бессознательная Клариса воспринимает сексуальный интерес со стороны мужчины как нечто запретное и табуированное, а значит постыдное. Второй тип мужчин — это мужчины, которые проявляют заботу о Кларисе. Таких в фильме двое — Джек Кроуфорд и Ганнибал Лектор. Как ни странно, но Кроуфорд остаётся недоступным для ролевого сценария «Отец-дочь». Несмотря на поиск в нём отца, Клариса несколько раз становится отвергнутой с его стороны. Во-первых, Кроуфорд отправляет её на встречу с Каннибалом. Если до этого момента Клариса смущалась в общении с Кроуфордом и улыбалась ему, то теперь в её лице явно проступает разочарование — защитник и покровитель направляет её в логово маньяка. Во-вторых, Кроуфорд обесценивает её, хотя и несознательно. Здесь виден посыл — я отправляю тебя к опасному маньяку, заведомо зная, что ты не справишься. Отношения же с Лектором у Кларисы с самого начала выстраиваются тяжелее, но при этом глубже. Позиционирование ролей началось с предложения Ганнибала. Клариса проявляет послушание и оказывается в положении, в котором смотрит на Лектора снизу. Это создаёт иллюзию, будто она маленькая, а он большой. Аналогично тому, как ребёнок смотрит на взрослого — снизу вверх. Это может чисто ассоциативно активировать целый пласт воспоминаний, чувств и ощущений из детства. Неудивительно, что именно после посещения Лектора у Кларисы актуализировались воспоминания об отце. Во время второй встречи Ганнибал и Клариса сидят на полу. Это, во-первых, уравнивает их, переводя в плоскость отношений «я» и «ты». Аналогичным образом родитель и ребёнок могут вместе играть на полу. А во-вторых, это их сближает. Если при первой встрече Клариса боялась приблизиться к стеклу, чтобы показать документ, то теперь уже сидит вплотную перед стеклом. Помимо этого, Лектор проявляет о ней заботу, передав полотенце. И Клариса принимает этот символический акт доброты, несмотря на отсутствие явной необходимости — её волосы не настолько мокрые — и игнорируя правила лечебницы. «Не приближаться и не прикасаться к стеклу. От него никаких вещей не принимать». Такое доверительное отношение Кларисы к Лектору вызвано тремя факторами. Лектор понимает Кларису. Хотя Ганнибал резко высказывается о Кларисе, «Знаете, на кого вы похожи с этой дорогой сумочкой и дешёвыми туфлями? На деревенщину». он точен и откровенен с ней. Он видит не её маску, а то, что под ней скрыто. Лектор не воспринимает Кларису как сексуальный объект, в то время как доктор Чилтон, душевнобольной в камере и, наконец, Мигз, видит в ней фигуру вожделения. Несмотря на обострённый нюх, Лектор замечает. «Должен признать, я нет». Он ясно даёт понять Кларисе, что она вне его сексуального интереса. Лектор выступает в роли заступника Кларисы. Во-первых, поступок Мигза выводит его из себя, и он сообщает об этом. «Я никогда не допустил бы этого». Во-вторых, Лектор мстит за Кларису. «Мигз умер. Весь день Лектор что-то нашёптывал ему. Его нашли утром с проглоченным языком». Если сначала Клариса шокирована, то затем на её лице можно заметить промелькнувшую улыбку. Лектор втягивает Кларису в психотерапевтические отношения. «Итак, худшее воспоминание вашего детства». В процессе психоанализа возникает терапевтический альянс между аналитиком и анализантом. В определённый момент аналитик становится для анализанта своего рода идеальным родителем, который его принимает, не оценивает, не критикует и помогает проработать травму. Лектор не даёт Кларисе готовых ответов и решений. «Умейте ждать, чтобы получить желаемое». Обычная реакция ребёнка, когда что-то не получается, обратится за помощью к родителю. Ребёнок, следуя ранним инфантильным установкам, ожидает, что всемогущий родитель даст готовое решение или сам решит проблему. Если родитель пойдёт на поводу у ребёнка и сделает всё за него, он зафиксирует его на инфантильной фазе и блокирует развитие эго. Но если родитель выступит в качестве наставника и поможет ребёнку самостоятельно решить проблему, то тот начнёт психологически созревать, понимать свои силы, возможности и брать на себя ответственность за собственное решение. Аналогичным образом лектор ведёт себя с Кларисой, как родитель-наставник с инфантильным ребёнком. «Читайте Марк Аврелия. Изучай вещь, спроси себя, в чём её суть». Лектор-отец не даёт Кларисе ребёнку ответов, но преимущественно задаёт ей вопросы, побуждая к самостоятельному поиску. В этом плане и терапия Кларисы, и отношения с лектором построены на принципах сократовского диалога. Собеседника нужно грамотно направить, чтобы он сам нашёл ответ в себе. В процессе психоанализа часто возникает перенос, когда пациентка бессознательно переносит свои ранние отношения с отцом на психоаналитика и разыгрывает с ним дяду отношений, дочь-отец. Шелдон Роуд в своей книге «Психотерапия» приводит пример действия переноса. Когда молодой человек начинает учиться в колледже и впервые встречается со своими преподавателями, у него уже существует по отношению к ним некая изначальная эмоциональная валентность, основой которой является прошлый опыт отношений с родителями и другими воспитателями. Спасти Кэтрин для Кларисы – это внешний мотив. Внутренний мотив – спасти того ягнёнка, с которым ассоциирован отец. Кроуфорд покровительствует Кларисе в реализации внешнего мотива, не понимая того бессознательного, эмоционально заряженного содержимого, которое стоит за формальным сценарием поведения. Лектор же слезами реагирует на детскую травму Кларисы, демонстрируя эмпатию и полное понимание. Как ни странно, но Лектор оказывается единственным человеком, который осознаёт внутренний конфликт Кларисы и способствует его разблокировке. Примечательно, что Ганнибал концептуализировал фигуру Кларисы рисунком, на котором она в тунике, на фоне трёх крестов, держит на руках ягнёнка. Лектор ассоциирует её с добрым пастырем, то есть символическим изображением Христа, сына Божьего. Только Клариса концептуализируется как дочь-спасительница. Для бессознательного Бог – это великий отец. Отношения Лектора и Кларисы имеют архетипический сценарий. Недоступный отец небесный и сын человеческий, место которого заняла земная дочь. Очевидно, что под действием вышеописанных факторов очень легко впасть в идеализацию фигуры Ганнибала Лектора. Этого не избежала Клариса, этого не избежал и массовый зритель. Многие люди из-за механизма психического переноса, окрашенного идеализацией, выдвигают в образе Ганнибала на передний план его якобы добродетели, а тёмную сторону вытесняют из сознания или игнорируют. В этом случае зритель ведёт себя подобно маленькому ребёнку, который, сталкиваясь с негативными чертами прекрасного родителя, вытесняет их в бессознательное, а с возрастом начинает рационализировать, то есть логически оправдывать то, почему родитель был с ним несправедлив или жесток. Так психика ребёнка защищается от ужасающего факта «то, что я люблю, может угрожать мне». Фактически психика просто отрицает негативные качества эмоционально важного объекта. В результате идеализированный объект уже не кажется таким угрожающим, и это приводит к иллюзии безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok